ребята всем привет с вами александр у вас cool the live и сегодня мы создаем новое существо это у нас птерозаура вижу хвост вижу зубы это у нас что-то древнее древние это скафагнат да давайте сейчас создадим посмотрим насколько он похож на то что есть джорсик вот за гейм какая у него там раскрасочка и все дела так он у нас редкий это у нас редки будут какого шестого уровня нам давайте прочитаем скафагнат похож на другого маленького птерозавра рамфарин хайда однако эксперты считают что доисторический рамфарин хавил преимущество ночной образ жизни скафагнат был активен днем это позволяло ему искать непривычные для других мелких птерозавров источники пищи необходимо так необходимо продолжить исследование чтобы определить разделяет ли клоны в мире южского периода эту склонность чего клоны ну типа скафагнат и рамфаринг в мире эту склонность какую склонность короче не что-то они там нам утилия непонятно давайте создадим кстати а по воду рамфаринг а я доделал такое большое большое видео обзор на и не завтыкая поставлю ссылочку так что можете посмотреть по рамфаринг у ноуты кто что я вижу здесь к фагнату верхнюю рассказка такая интересная да когда более естественное чем джорсик узы гейм данный такая морду нек это массивная не такая вытянутая до 6 левела он у нас и мы можем его даже сразу качнуть это хорошо может даже на два уровня 150 до отлично на два уровня это круто вот так вот нам этот хорошо хорошо что у нас тут по призам давайте посмотрим о можно собрать и еще разу качу это мне насобирал за сегодня откройте инкубаторы но этом думаю сейчас мы выполним соберите необходимое количество обычных днк ну такое тоже легко принципе выполнить давайте сейчас соберем инкубатор у меня тут эпический инкубатор ребятки счет вообще капец так мало дали рамбургере она эпический стеги блин ну чаще так мало всего аланка мало всего нам дали ну такое дело давайте еще глянем кто у нас это у нас гибрид гибрид кого именно это вас дарвин оптер да по моему 15 она да это нас эпический дарвин оптер ребятки гибриде киз него ну вот это конечно классный гибрид но были его создать это жесть жесть сколько всего понадобится это качнуть вот этого пары парня очень далеко надо но мне хоть она ну хоть хоть насыпало немножко давайте его качнем на пару уровней стеги молохом мод ну джен 2 да мне там вот как-то не звучит джен как-то легче сказать второе поколение но это не значит что она лучше ну и давайте еще на пятнадцатого что они как это затих он нужен какого нам двадцатого это же жесть ну как бы смысла его качать особо нет потому что у меня вот этих то и ребят как бы нету нужного уровня тут много клеток слышать и хоть и вот этого пятнадцатого сделаем gc гоптерикс у меня помощь сейчас как раз выбран в команде мы сейчас пойдем сражаться птерозаврами ребята что никогда так замолкли ну 40 тысяч насыпало их естественно их столько не ловил их наловил то максимум 1000 на 3 4 остальное все насыпали нет три саратов со в обычных насыпьте пожалуйста тысяч сорок то я никак не могу создать гибрида нового так но пока что я мало чего потратил блин может чуть дарвиноптера хватит ух ты дорого да хватит ребятки то есть следующей серии вы уже знаете на какой у нас будет гибрид сейчас мы выйдем отсюда и думаю звук у них настроить но это прикольный дарвиноптер мне нравится хотя мне что-то напоминает круто скафагната из джуральского за гейм на так ну вот создали мы а еще есть птеров птеров в x ну-ка подождите тера в x это уникальный йох ханы бабай нужно будет дарвиноптера качать на 20 но мне нам не хватит х не хватит думаю думаю хватит то есть он нужен для того парнишка это легендарная из него еще делается тоже уникальный неплохо вот мы займемся следующей серии сейчас мы тоже создадим давайте парочку генов неплохо птерозаврика блинут ой 200 200 долго собирать ой а хорошо что мне их было 40 тысяч они все потратятся ребята 35000 улетят как не знаю что это я ну хорошо хоть не по 2000 а ну-ка сейчас надо посмотреть а сколько идет на уникального тоже два косаря нужно на уникального вот этих будет два косаря да ты нас какой обычный да по два косаря ребята будут в стиге молохова это это жесть это будет жесть так у не это легендарный это уникальный ну мне еще два существа еще у меня неизведанных два существа конечно хотелось бы вот этого парнишку создать но у меня тормозавра тут не хватит на 20 уровень тормозавр это на тысяч на 50 ну ладно хотя 20 может и хватит 20000 по хотя бы 3 3 с половиной 4 4 с половиной 5 но может и вложусь в двадцатку да ну короче далеко то есть гибридов конечно создавать это жесть а вообще вот этого хочу создать он вроде как и такой простой эпический да не легендарный но у меня частный на карте почему-то не нету этих дракорексов нету дракорексов он обычный блин обычно это значит его нужно будет много для легендарного ну по 500 или по 1000 до будут уходить по 500 и опять же три царатопсов блин не насыпают мне я задавался ловить уже 4000 оставить в команду то не взял в команду то не взял он мне самый слабый как вы понимаете так изменить вот сюда давай папа птерозаврин так сказать посажаемся птерозаврами готова арам бургери она гацегаптерик 115 лавел у меня есть да ну давайте пойдем у нас такая вот есть башня четыре боя проведем и вот такой вот у нас не команда противника бейся или беги ну такой терись или беги да вот тебя возьмем тебя возьмем тебя возьмем и тебя давай арам бургери она возьмем птерозавр это же такая дичь у них у всех есть удар из подменок это короче не боя чехар да если ими сражаться но как бы ни один даже вот этот алан келозавр или как там это у нас этого гибрида вылетающего нор дело алан не алан келозавр короче ну подождите алан к алан к там был и анкел алан келозавр все правильно так давайте начнем с джунга а он всего лишь один давайте подменимся и кровотечение наносит х прикольно я он еще быстрее было если бы мы с него начинали так но бьется больно у нас удара подмениться он не может это что первый ход очищение день регенерации носков но если бы их было два это было бы актуально там сейчас окочурится на следующий ход ну а вот ложка я думаю где отложка давайте сейчас попробуем про хилятся хотя надо было подмениться ну ладно мы должны выдержать этот удар отлично он окочурится или еще выживет боли мы ребятки валим ну все хана тебе больно то как отложка всего лишь 249 так мало так ну вот разобрались джунга неплохой я помню ну раз он у нас такой шустрый у нас еще на 8 уровня ха-ха-ха начнем с него так ну джунгу брать уже тогда не будем давать эту пуксуару возьмем вот этих вот ну вот эту панда как там с гибрид гибрид блин который из хроника хроники риддика кровоточащий тоже прикольный всех победить это очень легко кстати а иммунитет есть нет иммунитета блин но он сейчас сразу на него подменится сто процентов дает но я не дам ему это сделать так давай валь валим но лучше конечно него подменяться сразу идет кровотечение а потом еще бить сразу ударом кровотечение это было бы прикольно так замена с усилением это отлично нога болта хотел убежать но не получится контратак а у еще отложенный урон и умер в незадача но зато мы избежали кровотечения так он подменился и было бы нам не прикольно а поскольку он умер то нам не страшно больно бьет это было контратака только и сам удар выживем не выживем сейчас кровотечение будут нам вообще-то подмениться нельзя хотел подмениться но нельзя ну все добили вообще ребята мне вот интересно ваше мнение вообще пользуетесь ли тунами какие или но если пользуетесь так какими птерозаврами и какого уровня вот вы сражаетесь потому что и меня они что-то как-то не заходит вот чтобы я их брал битвы постоянно так не а только с кровотечением можно взять но это я предпочитаю тогда уже каких-то спинозавридов но спина тазуха того же или станда зуха татара кота бой номер три ребятки так так давайте пойдем у нас уже три противника от отлично чем больше тем лучше начинаем с него потому что он просто самый быстрый кстати даже не посмотрел к у него скорость 128 над bad запрет замены крит вообще шикарно и нам крит прилетел но мы сейчас валим то и победили в под по факту уже победили этого парня меняюсь на другого усиление до очень многих усиления у птерозавра ах ты ж гад а ну-ка выпил белого орла тот меня и клюнул больше к мл не курю что верблюд не плюнул такая стараясь пословица белый орел это водка а к мл но это сигареты такие были пораньше популярны замена невозможно и добила ну да ну птер кстати ничем никакими особенными таким ударами не выделяется птеранодон как бы он из обычных легендарных динозавров джордж холл с гейм крутой да но здесь он как бы взял и умер при надо бы подмениться чё я завал заболтался тут с вами ну ладно давайте сейчас гацега тэрикса возьмем и сразу подменимся чисто по приколу кровотечение даем у него сейчас сильного удара нет нет но почти нет это у нас кто это вас дельта у него два сильных удара но подменяться уже не на кого и вот еще один удар сделан поле не не сделаем надо было еще раз подменяться это же птерозавры так еще снизил не хватало чтобы еще этот раптор завалил вот очень неудобно я заметил это уже я вчера или позавчера сражался тоже с дельтой более высокого уровня и было жутко неудобно вот у нее вот этот удар сильный удар с подменой удар сильный удар с подменой было неприкольно так последний бой последний бой так эдмонд эдмонд у нас здесь у ну так давайте пойдем эдмонд это будет неприкольно берем самого быстрого эдмонд будет парализовать нас на следующий ход черпы дури но хотя не мама мы успеем слинять это хорошо успеем придется линять по плохому он как раз очищение свое использовал сейчас будет на паралич прилетать 90 процентов до а потом бей и беги но у него одинарный урон это хорошо но он не сможет убежать блин надо вот так делать ах ты они это не снимает с него смотрите он сейчас умрет 756 отложенный урон блин так у кого у нас здесь вон давай на тебя поменяемся ты у нас самый жирный на тебе кровотечение гаденыш слабое кровотечение подождите какой ну а 0 25 не 0 33 0 25 ну давай вот так таксис нужно посмотреть на кого тут можно подмениться анлате так еще два кровотечение у умер сейчас должен накочуриться ах ты ж гад или от блида не сработало но это сейчас хана нам блин сейчас раптор тут нас на по на решает эти вам говорю раптор 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 так ну неплохо мы и отвлечение сняли и его еще и понерфили это шикарно ну победили да ну так вот раптор опасны для птерозавров но именно именно вот этот и до бой с тенью только что был как раз в принципе мы и закончили с того с кого начинали да это нас наш скафагнатищи ну есть кровотечение короче неплохой диноз но дима дактиль круче но и и дельты насыпали и эпического а еще вот кстати да она выполняется до в любых условиях это задание взглянем еще разок на нашего сегодняшнего героя скафагнат ребятки показал я вам еще других практически всех птерозавров которые у нас есть вот такой вот у нас скафагнат великий ужасный ну да обладатель хорошей скорости это одна из лучших среди птерозавров так кого я вам из птерозавров еще не показал но вот этот гибрид который вроде как и хорош но вроде как и не очень из-за того что у него щит броня 30 процентов есть алан келозавр да но чуть как-то не очень не он зашел да ну и все принципе да и вот из кого он делается это наш аланка сама эпическая которая совсем простой дешевый динозавр джорси колзге но здесь она довольно таки крутая но типа эпическая на этом ребятки все до скорых встреч в следующем и 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